всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск на канале гараж в майами у нас тут ждут посылочки но эти нам пока не интересны интересно нам вот это вот посылочка как вы догадываетесь нам ее прислал youtube да я не оговорился именно нам ребят потому что мы вместе с вами дошли до этой цифры так здесь письмо понятно интересно тут что визиточка какая-то поролон заботливо все прикрыто и вот она серебряная кнопочка я не знаю сказать что какие-то прям супер эмоции у меня да нет конечно наверно потому что я не привязывал свой путь на ютюбе каким-то вехом определенным там 100 тысяч подписчик миллион подписчиков нет ничего это не было я просто делал выпуски грубо говоря как ход конечно же я хотел сказать вам огромное спасибо за то что вы меня поддерживали на этом пути но сейчас сейчас я найду место на стене где будет жить у нас вот эта вот кнопочка ну а вам я думаю пора дальше по сюжету у меня не было опыта сборки суперчарджеров это был первый поэтому сравнивать как вы понимаете нечем но тем не менее хотелось бы вот что отметить этот производитель особо не заморачивался детальной сборкой смотрите идет пластиковая крышка и отдельно идут колечки которые предполагается нужно устанавливать вот сюда потом идет втулка и потом уже собственно говоря болт которым все это прикручивается и так везде было но дальше больше смотрите корпус воздушного фильтра и к нему прилагается вот такая вот уплотнительная резинка видите просто тупо отрезан кусок и вот кинут в комплект и нужно его устанавливать вот сюда сгибая в тех местах которых нужно его сгибать ну вот как то так я не буду касаться стоимости этого суперчарджа скажем так не дешевый вариант однозначно не дешевый и как вы видите господа сборка уже подходит у нас к своей финальной стадии осталось подключить только электронику эти провода вот он по дополнительная на охлаждение суперчарджера кулера и нужно будет еще установить вам бастер он ставится туда где-то к помпе я еще до него не дошел но я думаю вместе с вами мы дойдем и установим его да конечно же это вольтваген что я сейчас сделаю сейчас у меня задача проварить раму свеже установленную новую раму также добавить кусочки туда туда то есть закончить весь вот этот участок ближайшие пару часов сварщик из меня конечно тут еще пойдемте я вам покажу что эту наварил получилось не очень красиво но зато крепко и надежно и как вы понимаете задней части рамы у нас в принципе все и нужно переходить к передней части то есть состыковать вот эту часть рамы вот этой вот части рам для этого нужно ставить батареи пойдемте за батареи вопроса батареи что за исполнение я тут затеял снял ее поставил поставил снял господа все на самом деле максимально про мне нужно увидеть расположение батареи здесь именно в этом пространстве но как же скажете вы ты же же делал такой же да конечно я такой же делал и даже больше у меня все чертежи и схемы с размерами как устанавливать вот эту часть рамы но за мне приснилось привиделась в общем есть у меня идея мысль как эту конструкцию сделать проще и одновременно жестче поэтому я нацепил батарею сейчас я буду проверять свою теорию нужно пойти взять кофе рулетку может быть на всякий случай хотя нахрен нужно так на глазок и будем сюда вот таращиться раз уж я батарею накинул я хочу еще кое-что проверить на ой не туда я опустить хотел на прошлой версии как только я поставил батарею родные торсионы просто тупо упали до земли выдержав этот вес хотя батарея весь ну килограмм 300 более это передняя ось но тем не менее прям упала сегодня чем было не подняли мне пришлось ставить дополнительные амортизаторы с пружинами подпружиненные амортизаторы такая спортивная версия я сейчас хочу проверить а как на этом вольтвагене стоят дела у нас именно с торсионами будет такая же история знаете похоже что да в итоге получаем ту же самую проблему которая была у нас на прошлом вольтвагене я так грешным делом подумал что может быть именно с тем с красным было что-то не так а нет на всех такая история честно говоря я прям сомневаюсь что это был такой вот инженерный расчет под такой бараний вес пассажиров потому что это взять пару упитанных наперед пару упитанных назад вот и получим те же самые искомые 300 килограмм которые мы имеем батареи поэтому думаю дело тут другом скорее всего вельцы в бразилии просто здесь торсионная система и выглядит она следующим образом набор таких пластин идет типа как рессор и они на скручивание работа скорее всего они эти пластины просто поделят на 10 автобусов оставляя минимальный набор этих самых пластин какое решение все просто можно ставить амортизатор то как я сделал на прошлой версии и все вопрос был решен но есть еще один вопрос смотрите вот это вот сошка да куда вставляется у вас рулевая тяга и она у нас упирается прямиком батарею до на прошлой версии я тоже решил этот вопрос но вы знаете слишком много вопросов и решение было так себе на самом деле на четверочку да а хочется же на пятерочку я думаю что поехать на разборку и вообще на хрен выкинуть вот эту вот все ущербную конструкцию volkswagen of school да вот эти вот какие-то трубы несуразные и поставить от какого-нибудь грузовичка переднюю балку с кулаками поворотные и самое главное чтобы сошка была вот сюда на переднюю часть она смотрела понимаете ну да можно было бы их типа поменять местами скажите вы но нет нельзя не забываем про углы кермана если их поменять местами да справа налево слева направо у машины будет совершенно другой радиус поворота да не тот который ну поэтому нельзя так делать просто поверьте мне не стоит лучше поехать на разборку и что-нибудь там такое подыскать понимаете хотелось бы сделать вот прям идеальную версию потому что может быть может быть получится делать их ставите на поток и поэтому уже будет это экспериментальные такие варианты на которых я что-то меняю что-то дополняю что-то дорабатываю раз уж я заговорил об идеальности давайте заглянем моторный отсек вот как выглядит идеальность на мой взгляд смотрите расположение всех блоков решительных бачков она сейчас идеально а все почему а потому что господа размещение рамы подрамника на сантиметр влево вправо уже все она дает уже сумбурный эффект и у нас уже ничего не встает так как оно должно вставать по идее ну так как мне нравится только кубер шболта и поехали на разборку смысле на автор разборку сказано сделано и вот мы с вами на кладбище автомобилей ну точнее даже не на кладбище я бы сказал разделочный цех до свозится просто невероятное количество автомобилей и любой желающий за два доллара заходят сюда и снимает те запчасти которые ему нужны но покупать я тут ничего не буду задача у найти того донора с которого я буду ставить переднюю подвеску на вольтсваген почему ничего не буду покупать да потому что во первых цены здесь прям скажу вам конские это во первых во вторых еще самому нужно снимать все это дело тратить кучу времени схема тут такая то есть ты снял запчасть которая тебе нужна подходишь на касту и там уже тебе объявляют ценник и ты платишь а в общем снял я шланг притащил его на кассу но вместе с собой разумеется и мне объявили стоимость его 40 долларов я охренел вот просто на месте понимаете 40 долларов он новый на ebay на амазоне 30 долларов стоит естественно я бросил им этот шланг вернулся в сервис просто купил вот на амазоне вот и сидел поэтому мне нужно просто большое количество автомобилей в одном месте чтобы я мог детально осмотреть все элементы подвески размеры и уже оттуда отталкиваться и принимать решение но посмотрите ряды ряды колонны все что угодно но тут конечно же нет свежих годов но тем не менее посмотрите ну как вы понимаете мало установить механические supercharger нужно еще и поработать с электроникой во первых ставится дополнительно вот такая вот oil pump она увеличивает давление в системе бензинового ну и во вторых это конечно же сделать так чтобы мозг автомобиля видел что теперь он не просто хэми а хэми supercharger то есть вот с этой вот штучкой ждем идет программирование всего процесса пойдемте займемся своими делами заехал к нам вот такой вот свеженький комары ярко-красный это по моему год 19 или 20 но если я начинаю работать с багажника я начинаю разбирать снимать пластика все правильно поняли господа этот автомобиль приехал для того чтобы мы ему поменяли цвет а какой цвет будет и какая будет пленка об этом дать сначала работать а потом все увидите не буду растягивать интригу хотя конечно же мог поверьте мне цвет этой машины будет черный сатин кстати это уже не первая машина которую мы клеим именно в такую пленку видимо модно или почему пешат с этой машиной работает пешат познакомьтесь наш еще один специалист помимо оксаны по плеке пленкой лежат вообще профессиональный боксер недавно прошлом так что мы тут осторожненько так стараемся не комментировать его работа было и гараж обычная рабочая суета англина ты че делаешь работаешь деньги зарабатывать могу так и зарабатывать но у меня продолжение работы черновой работы разобрать все это хозяйство бампер уже лежит в сторонке он нам уже не нужен сейчас мы с вами пойдем заниматься средним бампером я не скажу что он будет сложнее чем задний и в разы проще прям нереально проще нежели это был бы mercedes до Chevrolet тут в принципе раз-два и все все готово все снято посмотрите с этой стороны как профессионально зафиксирован стоп-сигнал резиночкой к жесткости ну а на эту сторону резиночки уже не хватило поэтому будет проволочка но тоже ничего можно было конечно эффектно на пол бросать болты нет я прям хотел это сделать но в последний момент меня все-таки пересилило то ощущение что это будет прям вот ну неправильно непрофессионально не так как я привык это делать поэтому болтики аккуратно сложены здесь а потом они перекочуют вот сюда последние штрихи и комара будет раздета но ой уронил плохо прям очень плохо на самом деле слышать ты наверное вот там за углом стояла да и ждала когда я откручу практически последний болт я тихонечко зашла короче машина клеится без тебя чё ты херня все мастер отдыхает я всех научила можно приехать только посмотреть принять работу пойдем посмотришь примешь работу ну ты видишь как я ее разобрал на еще только вот разобрана тут чуть-чуть поклеена как тебе что ты что значит пока я не понял света нет ничего не понятно дверь не открывается такой профессионал как ты и в темноте и на ощупь определит как поклеить и дальше я потом проверю смотрите смотрите кто к нам приехал нет ни оксана а volkswagen да он приехал к нам из лос-анджелеса гостода поехали не видел я его уже наверное чуть больше года так как это работает вставляем ключик все заработало нажимаем кнопочку папа тормоза заработали всего запустились и теперь мы уже едем едем господа на электротяге volkswagen 64 года выпуска на электротяге приехал малый гараж так кнопочку как вы помните задача у меня была интегрировать электродвигатель и органы управления так чтобы максимально сохранить оригинальный вид поэтому рулевая колонка у нас осталось в неизмененном виде здесь вот поворотники они кстати работают указатель топлива и он есть но он не работает ну а теперь собственно говоря зачем он приехал ко мне из лос-анджелеса знаете коронавирус повлиял на то что этот автобус оказался здесь на самом деле звучит это конечно дико но в тем не менее это факт дело в том что использование этого автобуса предполагалось большое количество туристов но как вы понимаете туристов не стало его решили экстренно переделать по другой вид деятельности пригрузили на него где-то порядка тонны и естественно торселоны volkswagen не выдержали в общем задача у меня в принципе не сложная нужно увеличить грузоподъемность этого автобуса чем мы собственно говоря ближайшем будущем и займемся да оксана ты уверена ты поможешь отлично оксана в теме значит все пойдет у нас легко и непринужденно помните ее девиз до пока не сможешь не зайдет нужно поискать что смазать кольцвагене и все и все и все и все и все пойдемте посмотрим как у нас тут дела идут машина клеится ну или на хочу делать помогать поможем как у вас тут ребят ну чё следующую машину ты будешь клеить свою переклеивать старую пленку одерешь ее же прилепит ну как вариант почему бы и нет ну и чего вы ее гладите хорош ну что ребят мы его перепрограммировали сейчас вот будет первый запуск вы слышите да работаем и красота все у нас работает все у нас настроено мы перепрограммировали ему вот вам бастер который тоже нужно кстати программировать вот этот модель и все у нас работает ну и следующий этап как вы понимаете на дорогу и тест драйв мне просто вот чертовски любопытно сколько по ощущениям добавилось ему силенок на самом деле мы поменяли еще и дифференциал ну вы же понимаете я еще тот блогер я забыл просто тупо это снять ухода кстати я только обратил внимание ты сегодня без штанов я сегодня шутку силы Что случилось? Погода, да, хорошая? Погода хорошая. Настроение. Давай розыгрыш с тобой сделаем. И сейчас, пожалуй, наступил тот момент, которого, я уверен, многие из вас ждали. Розыгрыш номеров. Поехали. Итак, первый номер. Давай я своей легкой рукой вытаскиваю. Номер из Техаса. Отправляется. Отправляется. Сложный выбор. Владимиру Житкевичу с комментарием, а пол царапается? Пол не царапается. И номер тоже из Техаса не царапается. Потому что рисунок покрыт сверху эпоксидкой. То есть ей ничего не будет. Вот этот. И это у нас номер с Аризоны. Отправляется. Дмитрию Ануфреня. Хочу Аризону удачи. Дмитрий, вам повезло. Вам едет номер с Аризоны как раз таки. Господа, это уже много раз у нас такое случается. Получается, комментарий. Хочу такой-то номер. Работает. В Оксаниных руках. В моих руках чаще всего. Ты приносишь счастье. Ты в курсе? Опять Техас. Ну, ребят, не повезло в этот раз с флористскими номерами. И номер едет. Константин Курлович. Очень жду серию с Митсубой. И удачи вам в вашем деле. Спасибо огромное, Константин. Вам номер из Техаса. Серия с Митсубой уже была. Этот выпуск набрал рекордное количество просмотров для нашего канала. Для нашего канала. Это прям было очень неожиданно. Порядка 600 тысяч, чуть больше. Это пьем рекорды. Розыгрыш у нас завершен. Но розыгрыш начинается. Потому что следующие номера, которые мы будем разыгрывать. Напоминаем условия конкурса. Нужно просто оставить комментарий под видео. И в следующем выпуске будут разыграны опять три номера. Носуешь ты мне в ноздрю ее еще запихай. Блин, ну нельзя меня так снимать. Отойди подальше ты, господи. У меня носка этой картошкой. А подальше уберешься, а вот красотка. А вот так вот сразу хрю-хрю. Это не надо вставлять, пожалуйста. Ну и на этом моменте, пожалуй, наступила грустная минута расставания с вами. Буквально до следующего выпуска. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok